Данил, ну самый первый вопрос. Сколько раз до этого у вас возникала мысль сделать лакросс? Да, я много раз пытался, по толпару пытался, по торосу пытался финт проделать, но не получалось. И вот именно здесь получилось. В сезоне тоже в этом пытался. Наконец-то получилось сделать. Расскажите про этот гол. Почему приняли такое решение, увидели какую-то лазейку? И как вот вы видели этот лакросс-гол? Ну, у меня была мысль изначально, если мне Данил Башкиров отдаст пас за ворота, то я посмотрю по ситуации, если будет момент такой, то я буду делать лакросс. А если нет, то просто будет сохраняем. Вратарь сильно опустился, то есть очень много было места наверху. И плюс защитники пошли активно. Ваше празднование почти везде завирусилось. Расскажите о нем. Было ли оно посвящено Родиону Амирову? Да, это гол в стиле Родиона Амирова. Он вот так уже забивал. Насколько эмоционально было, скажем так, вспомнить Родиона таким невероятным голом? Насколько для вас это круто? Очень круто. Очень рад был, потому что знал то, что он мне поможет. Если говорить по матчу в целом, весьма непростое начало получилось, однако затем Ладу практически переехали, скажем так. Вот эта ударная вторая 20-минутка получилась? Да, вторая 20-минутка получилась ударная. В первом периоде, да, были какие-то непонятные качели, но вроде более-менее, когда Даня Агерчук забил гол, вроде восстановили, взяли инициативу более в свои руки. А в третьем периоде немного подвели наши вот эти вот обрезания нелепые, и противник нас за это наказал. Обе команды на выезде находились, да, то есть мы домой вернулись, Лада все еще продолжает турне. Насколько вот эта усталость должна была сказаться, однако сегодня команда весьма в такой агрессивной манере активно действовали? Ну, во-первых, мы соскучились все по фо-арене, по болельщикам, по дому. Все на эмоциях, все увидели с родственниками, давно не виделись, все равно как бы приезжали, да, там на 2-3 дня, но опять уезжали, поэтому все на эмоциях нашли вот эти вот нужные эмоции, нужные силы и довели матч до победы.